МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...на которой он объявил о том, что покидает пост тренера Мадридского Реала. Команде нужны перемены, заявил Зидан и отметил. После ухода он не планирует принимать другой клуб прямо сейчас. А это удачно пойманный кадр момента, когда кетчер бейсбольной команды Филадельфия Филлис Хорхе Альфаров ломает биту, пытаясь отбить удар противников из Лос-Анджелес Доджерс. Триумф велогонщика Криса Фрума, победителя Джиро де Италия, также вошел в подборку значимых спортивных событий прошедшей недели. Здесь же яркие броски форварда Кливленд Кавальерс Леброна Джеймса против Голден Стейт Уорриорс в игре одного из финалов НБА. На этом фото в мощном прыжке в длину застыл южноафриканский спортсмен Рушвал Самай во время соревнований Международной ассоциации атлетических федераций в Риме. Среди других событий, вошедших в подборку, кубок регбийной лиги, финал лиги чемпионов по гандболу, футбольные и теннисные матчи и многое другое. Радости, огорчения, победы и поражения, удачные броски и желтые карточки. Все это в репортаже от фотографов Рейдер по всему миру. Издание «Чемпионат» рассматривает варианты продолжения карьеры экс-тренера Реала Зенедина Зидана. Сам француз сказал, что сейчас нуждается в отдыхе. И его решение понятно после напряженных лет работы. Однако к активной тренерской деятельности он обязательно вернется. И какой же она будет? Издание рассматривает пять возможных сценариев. Не будет ничего удивительного, если Зидан через сезон-другой вновь возглавит Реал. Руководство мадридцев будет радо вновь принять тренера, переписавшего рекорды Лиги чемпионов. Не зря президент Реала Флорентино Перес подчеркивал, Зидану в Мадриде будут всегда рады. Согласно другому варианту, Зидан может возглавить сборную Франции. Команда не выигрывала чемпионат мира с 1998 года, когда на поле блистал сам Зидан в качестве футболиста. Если сборная провалится на Мундиале в России, с большой долей вероятности нынешний тренер Дидье Дишам уйдет в отставку, а главным кандидатом на этот пост станет именно Зидан. Третий вариант. Вскоре после пресс-конференции Зидана прошел слух, что француз возглавит сборную Катара за 50 миллионов евро в год. Такая возможность многими СМИ ставится под сомнение, так как игроки Катара не славятся уровнем своей подготовки. И браться за малоперспективную сборную даже при зарплате с таким количеством нулей – это не путь Зидана, пишет чемпионат. Среди перспектив и переход в другой топовый клуб, например, в Пари Сен-Жермен, но только в следующем сезоне. Или же в Манчестер Юнайтед, на смену поникшему в последнее время Жозе Мауриньо. Пригодился бы Зидан и Ювентусу. Также чемпионат подобрал для Зидана менее очевидные, но весьма интересные вакансии, такие как босс тренера в Марселе, Милане или Челси. Форвард хоккейного клуба Вашингтон Кэпиталс, Александр Овечкин, в очередной раз вписал свое имя в книгу рекордов команды. Как сообщает Sporting News, россиянин повторил рекорд своего клуба, установленный в 1990 году Джоном Дрюсом. 14 шайб в плей-офф. Вашингтон выиграл третий матч финала Кубка Стэнли у Вегаса со счетом 3-1. Овечкин открыл счет после затяжной атаки противника. Гол у ворота Вегаса стал для спортсмена 60-м за карьеру в играх Кубка Стэнли. Он стал 34-м игроком лиги, достигшим этой отметки. А в списке результативных россиян идет вторым за Евгением Малкиным из Питцбург Пингвинс, на счету которого 62 гола. Победа на Джире де Италия не помогла Крису Фруму получить допуск к Тур де Франс. Остался нерешенным вопрос с непройденным допинг-контролем. Подробности на страницах Wall Street Journal. Британский велогонщик Крис Фрум из команды Sky, четырехкратный победитель Тур де Франс, впервые в карьере выиграл престижную многодневку Джире де Италия. Он встал в один ряд с легендами этого вида спорта, исполнив мечту любого велосипедиста. Несмотря на это, организаторы Тур де Франс, которые стартуют 7 июля во Франции, не хотят видеть победителя в числе участников. Причиной тому допинг-проба, взятая у Фрума в прошлом году, которая дала положительный результат. Двукратное превышение допустимого содержания сальбутамола британец объяснил обострившейся астмой и избежал дисквалификации. Сам спортсмен свою вину в случившемся отрицает. «Со своей стороны знаю, я не сделал абсолютно ничего предосудительного. Скоро это станет понятно всем остальным. Это всего лишь вопрос времени. Конечно, история с допингом негативно сказывается на моем имидже. Но, надеюсь, ситуация разрешится». Прокомментировал свое положение велосипедист. Тем не менее, если по этому делу не будет решения до старта, то Криса Фрума отстранят от участия в Тур де Франс. Редактор субтитров А.Семкин